Всем привет, вы на канале ОМЗАП, меня зовут Дмитрий, сегодня у нас на ремонте автомобиль Санта-Фе, 2011 год, это уже рестайлинг идет, 160 тысяч пробега, приехал с жалобами на пинки, толчки при торможении, при поворотах, в общем сделали диагностику уже, дело оказалось в муфте полного привода, сейчас будем снимать, разбирать, смотреть что там случилось, ну скорее всего сальник потек и вытекло все масло из муфты, поэтому она себя неадекватно так себя ведет, все будем снимать и смотреть, что же все-таки с ней случилось Снимаем кардан для начала, у нас бензиновый двигатель на дизеле попроще, там труба не разглаивается сзади, кардан полностью можно не снимать, здесь, ну не обязательно, но как бы для удобства лучше снять Ну его хотя бы не снимать, просто туда чуть-чуть отодвинуть надо будет, чтобы муфта проще снять было Так, вот туда чуть-чуть сейчас его засунем, все у нас в принципе тут места хватит, чтобы муфта вышла, все так оставляем его и откручиваем муфту, 4 болта и 1 фишка Так, все, скорее всего здесь масло потечет Вот, что и требовалось доказать Вот наша муфта И вот сальник, который у нас потик Все, переходим в тиски, там сейчас будем снимать и разбирать Это электромагнитная муфта Вот, это не Haldex, то есть Haldex Ну Haldex это вообще ВАК, но на следующих вот спиротажах Санта-Фе там стоит муфта с насосом Здесь это идет электромагнитная муфта, здесь стоит магнит и пакет фракционов Когда магнит дается на него питание, то есть там стоит такая планка с шариками Шарики начинают как бы закусываться и тем самым поджимают фракционы и муфта срабатывает То есть появляется полный привод Так, сейчас мы пойдем ее сполоснем и будем разбирать Ну, в принципе, покажем, как она устроена внутри и какие с ней бывают проблемы А мыть ее обязательно? Ну, лучше сполоснуть, да В меньшем грязи было пыли Муфта отмыта Теперь будем разбирать ее Так, начинается разборка с отручиванием вот этой гайки Подшипник нормальный Так, мне нужен теперь молоток Снимаем флянец Снимаем корпус Так, вот здесь, это у нас корпус Самая муфта, вот это идет у нас магнит Вот, его тоже визуально нужно просматривать На наличие трещин Здесь все целое, трещин нет Подшипник тоже нормальный Теперь разбираем саму муфту Снимается вот ступорное кольцо Теперь нужно снять вот эту крышку Все, крышка света Подшипник нормальный, то есть переката нет У нас проблема вот в этом сальнике Этот сальник мы будем менять Вот Сейчас достанем фрикционы Посмотрим на их состояние Но в принципе они должны быть нормальными Все хорошо вымоем Зальем новое масло И проблема уйдет Фрикционы у нас в принципе нормальные Чуть-чуть диски железные Немножко подверевшие Но, как бы, не криминальные То есть накладки еще целые Все нормально Вот эти шарики Здесь такие проточки Здесь тоже, соответственно, такие проточки И когда магнит срабатывает То есть здесь получается немножко свобода Получается небольшой зазор между фриками Эти шарики, как бы, начинают свекаться вот сюда И тем самым они поджимают Здесь пакет фрикционов Пластина поднимается Вот И зажимает фрикционы И мусор у нас срабатывает Отмываем все детали Продуваем Меняем сальник И будем собирать обратно И вот он наш торец Идем Запчастись Там они принослили сальник Очиститель И масло Какая со стороны редуктера Со стороны редуктера готова Пока запчасти несут Очищаем здесь все от коррозии Ну, от окислов Чтобы у нас муфта Чтоб резинку на муфте Уплотнительную не закусила Когда будем вставлять ее Выглядит здесь хомут На патрубке Топленно заливном Кусок сгнил И бензин протекал Поменяем хомут И, в принципе, все будет хорошо Все, принесли нам Это, в принципе, все, что понадобится Для обслуживания муфты То есть, это вот сальник Сюда Вот Очиститель Чтоб промыть ее И масло СП-3 Как бы вполне оно подходит Так, ну, все Сейчас Все это будем отмывать Дело Отмывать Масла здесь вообще не было Вообще ни капельки не вытекло Из муфты То есть, оно все вытекло В корпус редуктора Так, все запчасти у нас Помыты Разложены уже Все, все продуто Можно Можно будет сейчас Собирать это все дело В обратной По следовательности Вот Сейчас Сначала, наверное, забьем сальник Вот Потом уже будем Собирать окончательно Давай Приступим Отправочку надо Подобрать сюда Вот Здесь такой Комплектик Чуть Побольше Один Костя Вот кто забрал Ладно, вот это пойдет Аккуратненько 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 Забечил Нужно 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 Там есть Три Еще Диска Трекционных И на них Есть вот такие Вот Зубья Сдвоенные Вот Их нужно все Совпасть И вот этими Пазами Тоже Попасть Так Все Конечно Еще Нудно Заняти Но Все У нас Все Во все Три Диска Мы попали Только Пальцы Донесу Поломай Сейчас Теперь Шарики Дальше Вставляем Диски Данец Сразу Вставить А теперь Диски Здесь Желательно Совпадать Вот Эти Отверстия Все Чтобы масло Было Лучше Проникать Туда Как бы В целом Не обязательно Ну А Пачка Не получится Она будет Тебе Надо сюда Попадать В хлебсе И здесь В хлебсе Надо будет Попадать Так что Лучше По одному Уставлять Так Все Фрикционы Уложили Теперь Можно Заливать Масло Масло Здесь Идет Порядка 150 Миллилитров Отмерять Не будем В принципе Заливаем Чтобы Все Фрикционы Были Залито Маслом Сейчас Ждем Пока Она впитается Туда Пройдет Вниз Все В целом Уровень У нас уже Не уходит Не падает Значит Достаточно Теперь Закиваем Закиваем Все это Крышкой Сейчас Помазать Резиночек Чтобы Она Не закусила Ее Немножко Подмазываем Здесь Не доливается Масло Менять Только С разбором В принципе Почувствуете Толчки В задней части Как только Пошли Толчки Ну да Лучше Всего Заехать В автосервис Да Можно Просто Снять Мухту То есть Если Там Будет Масло Внутри Ну Кое После Редуктора Жаднего И Это Будет То есть По запаху Что определить Если Это Не с редуктора Не трансмиссионное Масло То Соответственно Оно С муфтой Нужно Будет Менять По запаху Как На что Похладное Ну Здесь Все Такие Как бы Гидравлическое Масло То есть АТФ В редукторе Обычная Трансмиссионная Запахи Разные Так Все Устанавливаем На место Так Здесь Нужно Еще Будет Совпасть То есть Здесь Три Такие Перемычки Здесь Соответственно Ответные Позы Их Нужно Будет Попасть Для Удовства Можно Маркером Здесь Отметить Чтобы Не Мучиться Первая Муфта Готова Так Смазываем Медяшечкой И Здесь Тоже Подмажем Уфта Готова К Установке Не забывайте Как она Стояла Фишкой Фишкой Наверх Автомобиль Готов Все Закручено Все Залито Вот Клиент Уже Пошел На оплату Сейчас Машину Выгонят И Нужно Будет Еще Сделать Кружочек Прокатиться То есть Понять Проблема Ушла Или Нет Ну В принципе Я думаю Она Ушла Все Сейчас Клиент Оплачивает Автомобиль Выгоняет Вот И Можно считать Что Машина Готова Все Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Приезжайте На ремонт И обслуживание Все Всем пока Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует